здравствуйте добрый день и так я вижу пока один человек пришел я думаю остальные подойдут кто хочет и тогда сразу сейчас начинаем чтобы не терять времени я быстро коротко расскажу в течение сделал все возможное чтобы в течение получаса рассказать что такое upline для чего нужен upline расскажу про статистику какая есть мировая по продажам а также покажу как необходимо работать с upline пошагово здравствуйте александр вы уже по-моему слушали да про upline может у вас какие-то вопросы есть сразу пока мы ждем остальных можете написать в раздел вопросы если у вас какие-то будут или есть уже я твой отвечу вам и так я включаю так так здравствуйте кто подошел и тогда начинаем первое где можно найти upline upline вы можете зайти по ссылке в своем кабинете партнером она находится в левом верхнем углу и нажимаете на ссылку партнером и появится upline ссылочка либо вы можете найти upline по главному баннеру то есть когда вы заходите в кабинет появляется баннер слайд-шоу вы можете нажать на этот главный баннер где там баннер upline и тогда вы сможете попасть по далее по ссылкам попасть в кабинет upline и так так теперь виден мой экран и и еще раз повторяю в upline можно зайти по ссылке в партнером в своем кабинете нажимаем партнером upline либо по баннеру который на главной странице в виде слайд-шоу перелистывается и так мы заходим в upline таким способом и самое первое я бы сразу по расскажу о том что такое upline и как как и для чего он был придуман оплата эта система работы с со своими клиентами то есть это client relationship management то есть crm система для чего если коротко начать рассказывать для чего был придуман то если мы например возьмем статистику мировую статистику сетевого маркетинга mlm то существует так называемый воронка продаж или статистика продаж она выглядит следующим образом 10 7 4 2 и сейчас я коротко расскажу о ней что это такое это когда вы позвоните и пригласите 10 10 человек то есть 10 человек вам скажет что они придут то 7 человек это реально придут к вам на встречу из 10 которые скажут что придут и четыре человека дослушает вас до конца и только два у вас купит то что вы предлагаете это мировая статистика mlm статистика продаж вот из этого следует несколько выводов первый вывод это чем больше людей вы пригласите соответственно встретитесь пригласите на встречу тем больше вы заработаете то есть следующая конверсия это чем больше людей за меньшее количество времени узнает о том чем вы занимаетесь о том то что вы предлагаете им соответственно тем больше и быстрее вы заработаете И вот из второго вывода был и придуман Upline, чтобы массово и очень быстро сделать рассылку, не спамовую рассылку, еще раз повторю, не спамовую рассылку, сделать рассылку предложений, презентаций Skyway с помощью Upline, чтобы можно было быстро большую аудиторию обработать. Если говорить про, что сейчас есть, вот есть классика, классическая продажа, а есть Upline система, то, например, по классическому подходу за две недели можно обработать до 15 клиентов. Это как делают 90% новичков. То есть у всех есть 200 контактов в среднем, плюс-минус 100 контактов. В среднем это все равно 200. И при классическом подходе 90% новичков обработают только 15 контактов. То есть они встретятся с 15 или даже чуть больше обработают контактов, но встретятся они только с 15 людьми максимум. У них будет какая-то конверсия определенная, расходы, доход у них будет, и в конце месяца у них небольшой будет убыток. То есть так работают новички 90%. Поэтому и уходят из сетевого маркетинга, из бизнеса. С помощью Upline можно обработать 200 контактов, можно больше обработать за две недели. То есть обзвонить, разослать презентации можно гораздо большим людям за две недели. Естественно, тоже есть затраты денег и временные затраты. И было посчитано в среднем, примерно будет небольшая прибыль. То есть не убыток, а будет даже прибыль. Я эти цифры объяснять не буду. Это можно потом поставить на паузу и поизучать их. Коротко, буквально коротко. И так как мы работаем в компании Skyway Capital, мы работаем с компанией Skyway, и мы ограничены по времени. То есть у нас очень часто бывают переходы на этапы. То есть нам за короткое время нужно обработать огромное количество людей. То есть рассказать о том, чем занимаются, предложить обязательно. И второе ограничение – вот это вход в корневую компанию. То есть мы этим тоже ограничены. И для нас особенно важно, для нашей компании особенно важно, как можно быстрее обработать, проработать все свои списки. То есть проработать большее количество людей. Если встречаться напрямую, то есть это потратить очень много времени. А если мы работаем с Appline, то мы можем очень быстро обработать огромные списки. Это первое. Второе – мы сможем помочь новичкам, нижестоящим, которые вообще не умеют презентовать. А стандарты презентации, конечно, в компании с каждым днем повышаются требования. И поэтому лидеры будут в пределах, в пределе. И у топовых лидеров не будет времени на вас. То есть на новичков, на средних лидеров и более мелких. Поэтому Appline в условиях, ограниченных по времени, будет все больше и больше пользоваться спросом. Поэтому если вы научитесь до сейчас и до момента закрытия входа в корневую компанию, вы научитесь пользоваться, то вы сможете за это время успеть и привыкнуть к этой системе, к платформе. Соответственно, и обработать своих знакомых и друзей. Так был придуман и разработан Appline для Skyway Capital. Итак, давайте пошагово разберем, как работать с Appline. И вы тогда уже больше поймете, как можно более быстро и качественно обработать, ну, достаточно качественно обработать свои списки. Я не говорю, что Appline – это замена классическому подходу. То есть классический подход – это один на один. Или либо широкая презентация на аудиторию. Нет. Appline – это просто дополнительный инструмент в условиях, ограниченных по времени. Как работать с Appline? Первое. Мы проходим тренинг, как же работать с Appline. То есть мы изучаем пошагово. Следующее. После прохождения мы вбиваем, импортируем контакты. Первое – это мы сейчас можем только вручную вбивать контакты. Далее будет импортация добавлена. Следующее. Мы обзваниваем. Обязательно перед отправкой презентации мы предупреждаем людей, что мы отправим презентацию обязательно, чтобы человек ознакомился, просмотрел полностью и до конца эту презентацию. И договариваемся, что через один-два дня вы перезвоните ему. Обязательно договариваемся. Следующее. Мы отправляем презентацию, обещанную нашему клиенту. Человек ее просматривает. И мы встречаемся. То есть мы звоним снова и мы назначаем встречу. Создаем повторный контакт. И на этой встрече мы завершаем сделку. Завершение сделки я рекомендую идти с тем человеком, который умеет отвечать на возражения. Потому что возражений очень много. Каверзных вопросов очень много. И только опытный лидер, опытный наставник сможет ответить на вопросы клиентов. Так что обращаемся к лидерам, к своим спонсорам, к более высоким лидерам. И третье. Если все эти люди заняты или не могут ответить на вопрос, обращаемся к региональным лидерам. Региональные лидеры могут ответить на этот вопрос, так как региональные лидеры обучаются этому. И будут обучены. И следующий шаг – это дубликация. То есть научить, если у вас есть структура, нижестоящие дистрибьюторы, обучить нижестоящую линию, как работать с этой системой. То есть как работать по шагам. Делай раз, делай два, делай три – получай результат. Итак, теперь давайте пойдем по этим шагам конкретно. Пойдем как же пошагово. То есть вы можете наблюдать, делается видеозапись, и потом вы сможете в YouTube посмотреть, поставить на паузу, повторить за мной. Итак, переходим в кабинет. Еще раз повторю, нажимаем на партнером ссылку. Дальше мы «Аплайн» нажимаем, переходим. Либо следующее возможность – это нажать на баннер, который есть на главной странице, и зайти через этот баннер. Итак, следующий шаг был после прохождения тренинга. Следующий шаг был – это мы импортируем контакты. До этого я рекомендую нажать, то есть слева вы видите менюшку, я рекомендую нажать на команду, чтобы добавить своих спонсоров, тех, кто вас пригласил, и второе – добавить людей, которые у вас в нижестоящей линии. То есть вы сможете отслеживать нижестоящую линию. Это для того, чтобы нажать на команду, вы нажимаете «Бизнес-менеджер», открывается менюшка «Контакты и команда», и здесь в поле «Запросы поиска по электронной почте» вы вписываете электронную почту вашего спонсора и вписываете электронную почту нижестоящей линии. Следующий шаг – это мы добавляем контакты, то есть это люди из вашего списка, знакомых, друзей. И как создавать этот список, как делают 90% новичков и делают ошибки. 90% новичков ищут потенциальных покупателей, то есть они сортируют весь список на тех, кто потенциально купит и потенциально не купит. Создают список из 20-30 человек, и эти, естественно, 20-30 человек делятся по принципу Паретта 20-80. То есть эти 20-30 человек, из них только будет 20% продаж. Соответственно, если у вас список в среднем может быть 200 контактов, соответственно, если вы поделите по статистике Паретта 20-80, соответственно, у вас будет тоже конверсия 20%. И мировая статистика, мировая статистика, которую я ранее вам показывал, она это подтверждает, что 20% конверсия. Итак, как же нужно забивать контакты в списке? Мы в списке вносим все свои контакты, все, которые есть, с Facebook, с E-mail. То есть создаются списки и вносятся все люди потенциально. То есть когда мы ограничены по времени, нам нужно очень-очень большое количество людей обработать. То есть встречаясь, это практически нереально. Встретиться со столькими людьми, плюс еще работать со своей нижней линией, это практически нереально встретиться. Я потом скажу, почему. И как этого избежать чуть-чуть попозже. Итак, мы вносим контакты. Как нам внести контакты? Справа находится кнопочка зелененькая «Добавить новый контакт». В правом верхнем углу мы нажимаем на эту кнопку и появляются поля для заполнения. То есть мы вписываем имя нашего контакта, фамилию и обязательно язык общения. Язык общения сейчас русский, английский. Далее идет перевод на другие языки, и будут презентации на других языках. А для чего это нужно? Потому что клиенту приходит презентация либо на русском языке, то есть видеопрезентация, и на английском. И мы сразу выбираем язык нашего клиента. Либо русский, либо английский. Вписываем имейл, на который мы отправим нашу презентацию, и вписываем телефон. Здесь я рекомендую нажать на кнопочку «Добавить еще контакт» и сделать как можно больше контактов, полей. Для того, чтобы не перезагружать каждый раз страничку, как мы впишем новый контакт, а сразу всем списком, большим списком. Заполнив все эти контакты, мы один раз только нажимаем на «Сохранить». То есть не нужно нажимать после каждого контакта на «Сохранить» и не будет перезагружаться тогда страничка. А нажимаем один раз. Я поудаляю лишнее. Итак, у нас создан список наших потенциальных клиентов. Дальше. Что нам нужно делать? Помним, это нам нужно обзвонить. То есть нам нужно обязательно позвонить. А для чего нужно позвонить? Это чтобы увеличить конверсию. Если вы отправите в социальную сеть или отправите без звонка, то люди большой процент посчитают, что это спам. Поэтому для повышения конверсии делаем обязательно предварительный звонок. Допустим, выбираем контакт. Мы нажимаем на этот контакт. И загружается окошко. Чтобы отправить презентацию, нажимаем «Отправить презентацию». И здесь есть текст разговора. То есть перед отправкой мы звоним. Нажимаем на текст разговора. И здесь уже есть два образца звонков. То есть уже позаботились, что можно сказать. То есть что можно по телефону сказать. То есть вот есть шаблон звонка. Есть идеи, которые вы хотите поделиться. Второй звонок – это есть бизнес, у которого там потенциал. То есть вы либо идеи делитесь, либо приглашаете в бизнес людей. То есть есть два. Если вы хотите поменять этот шаблончик, то есть сделать его под себя, удалить, переделать, модифицировать. Есть в правом нижнем углу желтенькая кнопочка с карандашиком. Нажимаете, и теперь вы можете удалять все, что вы хотите, модифицировать под себя шаблон. То есть мы звоним, и после этого только отправляем. Так, текст разговоров у нас есть. Мы позвонили, предупредили, что будем отправлять презентацию. Теперь перед отправкой презентации обязательно ознакомьтесь с самой презентацией, видео презентации. Для того, чтобы познакомиться с презентацией, здесь вот есть такой, как глаз, нарисованный кнопочка глазика. Мы нажимаем, и открывается окошко с презентацией. 5 минут, 5 минут 30 секунд длится презентация. То есть это презентация, которая приходит по вашей ссылке. Ознакомьтесь, прежде чем отправлять. И далее шаблон. Шаблон теперь, шаблон со самой, самого письма. Есть несколько здесь шаблонов. Вот один из шаблонов, который сейчас по умолчанию стоит. Я хотел бы с тобой кое-чем поделиться. Интересно. Есть шаблоны кое-что интересное, обещанное видео, идея. То есть вы тоже можете выбрать себе шаблон, который вы хотите, который вам подходит. Вот, видите. И здесь прилагается ссылка. Нажмите здесь. И под ссылкой нажмите здесь, как раз и приходит презентация. Также можете поменять заголовок для письма, для отправки письма. Итак, письмо мы подготовили. Далее мы отправляем это письмо нашему контакту. То есть нажимаем на кнопочку отправить и письмо уходит. Это мы отправляем по имейлу. То есть мы заполняли, когда контакт, мы указали имейл. И мы отправили это письмо по имейлу, нажав на кнопку отправить. Далее, если мы хотим отправить ссылку на эту презентацию не по имейлу, а через социальные сети. Для этого нужно нажать слева кнопочку в верхнем углу, чуть левее. Видите, здесь копировать ссылку написано. Нам нужно копировать. То есть мы должны создать эту ссылочку уникальную. Нажимаем на копировать ссылку. Ссылка успешно скопирована. То есть вот теперь мы можем отправить этому контакту в любой социальную сеть. То есть для каждого и так для каждого контакта, если, например, у вас нет имейлов, вы можете отправлять через социальные сети, например, Facebook. Но нужно обязательно, очень важно, обязательно для каждого клиента генерировать свою ссылку. Для чего это нужно? Если мы снова нажмем на наш контакт, то мы увидим всю активность этого контакта. То есть начинается контроль активности нашего пользователя. То есть кому мы отправили. И что мы здесь можем увидеть? Активность пользователя презентации отправлена. То есть она пишет, в какое время отправлена. Далее пишет, когда наш контакт открыл имейл. Еще очень важно, если вы через Facebook отправляете, то есть через социальную сеть какую-то отправляете ссылку, сгенерированную ссылку, то тогда он сразу пишет, что имейл отправлен и имейл открыт. Он сразу пишет. Далее мы видим, насколько презентация просмотрена. То есть здесь мы можем видеть 5-10%, 100% презентация просмотрена. И далее мы сможем видеть активность пользователя, что пользователь делал. То есть видно, что пользователь открыл центр твиттер, то есть у него какие-то были вопросы. И видя эту активность, вы можете позвонить и спросить. У тебя ты просмотрел презентацию, у тебя наверное какие-то есть вопросы. И дальше уже разговарив с человеком. Далее вы можете добавить комментарий какой-то, например, следующее действие позвонить или следующее действие назначить встречу. То есть вы можете нажать на добавить комментарий и вписать сюда. Далее слева вы сможете видеть метки, то есть уже подумали на какой стадии находится, на какой стадии, на каком этапе находится ваш клиент. То есть вы можете сами маркировать, вставить метки, лейблы, например, там совершена первая встреча или отправленный материал. и вы уже знаете у этого с этим клиентом отправлены материалы или уже что сделано, вторая встреча совершен, или, например, аккаунт зарегистрирован, или пакет открыт. То есть вы можете видеть, на каком этапе клиент и что дальше с ним делать. То есть вы не забудете никогда о чем говорить клиентом и на каком этапе он находится. Далее вы можете редактировать контакты, если вдруг хотите добавить какой-то другой телефон, либо язык поменять, либо имел поменять. Итак, еще раз напомню, что презентацию мы отправляем по кнопке «Отправить презентацию» и заполняем. если мы хотим сгенерировать ссылку для социальных сетей, то мы нажимаем на копировать ссылку и копировать ссылку, то есть сгенерировать ее. И здесь копируется индивидуальная для каждого контакта ссылка. Индивидуальная для того, чтобы можно было видеть активность пользователя. Далее мы отправили презентацию, мы позвонили, отправили презентацию и следующий наш шаг это завершение сделки. То есть мы снова перезваниваем человеку. Перезванивать обязательно нужно не позднее, чем два дня. То есть у человека тоже есть свои дела, есть чем заниматься и через два дня если вы не перезвоните человек меньше и меньше помнит о том о чем вы говорили о том чем просили о том что он смотрел какую презентацию он смотрел какую информацию поэтому желательно в этот же день перезванивать или не позднее чем два дня это вы сможете видеть кликнув на ваш контакт просмотрел ли он презентацию и насколько он просмотрел эту презентацию то есть вы можете это все отслеживать у себя в кабинете а следующий шаг это дубликация это дубликация это то что вы умеете делать сами вы обучаете ниже стоящей линии или отправляете на тренинг на котором я показываю как это делать то есть буквально за ручку показываю как куда нажимать рассказываю что это такое для чего это надо либо вы обучаете либо это обучаю я то есть дубликация происходит настоящая дубликация происходит в три уровня то есть вы обучаете ниже стоящую линию и ниже стоящая линия умеет обучать еще свою ниже стоящую линию вот тогда вы себя дублицировали То есть когда научились обучать ваши нижние линии, то есть не вы сами и не ваша нижняя первая линия, а в глубину на три уровня. Если люди умеют обучать, как обучать, то есть уже сами умеют, то тогда вы себя дублицировали. Тогда вы построили фундамент для вашего бизнеса. А для кого этот продукт? Первое, это для новичков, которые не умеют презентовать, боятся презентовать. Это для лидеров, которые будут работать с новичками. Это для лидеров очень занятых, которые могут собрать группу новичков из 5-6 человек и проработать контакты новичков. И следующее, это для новичков, которые проработали 15-20 контактов, издались и ушли. И, например, больше не презентуют. То есть остальные контакты остались непроработанные. И обязательно, обязательно эти контакты нуждаются в проработке. Вот как мы проходили обучение в Юрмале, международное обучение, была такая очень важная фраза звучала. Обязательно следует поделиться со всеми своими друзьями и знакомыми, потому что после того, как вы заработаете на этой технологии, а мы заработаем, мы заработаем на этой технологии, к вам ваши друзья и знакомые придут и скажут, почему вы не поделились этой информацией. Вот когда вы заработаете, они к вам придут. К вам придут люди, с которыми вы не поделились этой информацией, то есть не поделились проектом Skyway. И там звучала такая фраза. Мне она очень понравилась, я ее записал. И после того, как вы делитесь этой информацией, вы говорите, и только после этого мне не говори, что я не рассказывал тебе об этом. То есть этим самым вы складываете ответственность в себя за принятие решения, человек сам принимает решение. То есть вы не выбираете, кому отправить и не отправить презентацию, а вы отправляете всем. И потом человек сам решает, он присоединяется к этой идее или не присоединяется. И когда мы зарабатываем на технологии, он уже не скажет, что вы жадны, что вы не сказали, что вы затихарились и не поделились этим. А вы скажете, я поделился, а вы сами уже решаете. То есть вы сложили себя ответственность за принятие решения. То есть это самая большая ошибка новичков, которые новички делают, они решают за других. Кто купит, а кто не купит. И для этого, для быстрой обработки контактов, был и придуман оплайн, как я и говорил ранее, чтобы со всеми своими знакомыми, друзьями и близкими поделиться этим. Так что пользуйтесь этой системой, особенно, что у нас мы ограниченными сроками, поэтому вы можете обработать огромное количество людей за малое количество времени. Это особенно ценно для нас. А если есть у вас какие-то вопросы, задавайте смело, я отвечу. Я надеюсь, у кого-то есть вопросы. Если нет вопросов, так. Цирикаева Байрта. Задайте, напишите, напишите вопрос в чат. В чат напишите вопрос, я отвечу. Я вижу, что вы подняли руку. Задайте, пожалуйста, вопрос. Напишите. И я отвечу. По поводу триал-периода. Если кто-то не использовал триал-период, то есть есть такая возможность воспользоваться этим. Это 30 дней вам дается. За 30 дней вы можете протестировать всю систему, отправить контакты, добавить контакты, отправить контакты, контактам эту информацию. То есть вы можете протестировать. Триал-период. Если вы использовали, то тогда уже только покупка. Покупка оплайна. А далее в оплайн будут добавляться новые инструменты, новые возможности, о которых я уже скажу, буду говорить чуть позже, на следующих обучениях. То есть не на... Когда это уже будет разработано, будут внедрения идти, я уже буду рассказывать о новых нововведениях, которые для нас компания разрабатывает, разрабатывает, чтобы мы еще более эффективно и автоматизированно работали. Итак, Байрта. Напишите вопрос. Напишите вопрос. Или этот был вопрос про триал, то, что вы убрали руку. Если это был триал-период, тогда я, может, ответил на ваш вопрос. Если вопросов нет, то тогда начнем туда, заканчиваю. Еще раз я повторю, я веду по четвергам, 8 вечера по Москве, то есть 8 вечера по Москве, я каждый четверг проходит, если у вас есть какие-то вопросы, или наоборот вы хотите кого-то отправить, то есть общаться напрямую, пройти небольшой этот тренинг, все тут по полчаса, от получаса до 40 минут, я рассказываю, объясняю, это гораздо лучше, это удобнее, отправить своих людей на это обучение, и тогда они пройдут это обучение. И вам уже не нужно будет объяснять за меня, я это сделаю сам. И тогда до следующего четверга, если у кого-то появились вопросы, пишите, я на них отвечу, или задавайте в следующий тогда, в следующий раз. Итак, я заканчиваю, до новых встреч, спасибо вам за внимание, и до новых встреч, до следующего четверга. Спасибо.